Ставил Серега капканы на газохваты, а тут бас блять и мысль в голову ударила, что надо капэхами запастись и в ящики поставить. Смотрите вот как мы идем. 20 капканов хочу поставить в ящики. 24. Чтобы их поставить, на участке 5 километров надо заносить 2-3 дня. Поэтому не майтесь дурью. Если КП, то ставьте без ящиков, потому что тяжело. Будем снимать по ходу действий. Очень хорошо нагрузились. Еще осталось 5 ящиков дома. 19 ящиков мы взяли на двоих. Так вот у меня поняга от рюкзака. Пошло 8 ящиков на нее и уже еле иду. Еще надо заносить капканы, приманку. Закон, конечно, есть закон. Его надо чтить. Но не всегда в нашей стране законы разумно принимаются. Ну вот так вот мучаемся. Если у кого, конечно, есть техника, из техники расставлять капканы туда, то, наверное, нормально. А ласкать на себе очень тяжело. Так, установили первый ящик. Здесь у меня стояли ногозахваты. Вот так вот его приколотили два маленьких жердя к дереву. На них поставили ящик и закрепили его алюминиевой проволокой. Четверкой. Подставили вот сюда жердь. В эту щель между капканом и деревом. И так вот он будет стоять. Капкана баканец занесу позднее. Привязывать я его буду куда-нибудь сюда. Здесь у меня ногозахваты. Еще раз напомню, чтобы куница висела свободно. Мыши, чтобы до нее не добрались. Когда капкан КПХ срабатывает, он должен выкидывать из ящика зверя. Она должна повисать. Ладно, мужики, держимся дальше. Ящик там, да? Хочу спросить мнение опытных специалистов. Такие есть на моем канале. Фанера не гниющая. Будет ли ее куница бояться? Но я ее залью селедочным рассолом по совету Павла. Павел, привет, если смотришь. Давно на связь не выходил что-то. Как жизнь? Сегодня какое у нас число? Шестое или пято? Шестое. Шестое число не морозит. Тепло. Она еще вылинила куница, не вылинила. Хер ее знает. Время. Так-то уже должна была. Пора бы ей. Стягиваем проволокой. Еще маленько подзагнем. Поплотнее ящик стоял. Держится нормально. Сейчас рубану жердь. Доставь эту черную коротку. Это не упадет на гопан хер нет. Сейчас пихнем. Пихнем. Пихнем, да. Пихнем. 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 Стреляют. Да. Сухой стоит, без дела. И мы воспользуемся. Субтитры сделал DimaTorzok Сырое дерево не рубим, когда есть возможность срубить сухое Субтитры сделал DimaTorzok И вот так для маскировки Продолжаем установку ящиков В данном случае приняли вот такое решение У старой сосны на два сучка подвесили ящик Убежек Здесь приколотились жердь для того, чтобы подвешивать капкан Чтобы куница, когда попадется, вылетела и висела свободно Вот такое решение Чтоб мыши ее не потрепали Здесь подвешили пленку Как привлекающий фактор Шуршит она на морозе, далеко ее слышно Куницы проверяют такие места Так вот еще ящик, так вот мы между двух деревьев засандалили Ругал я ящики-то, а так-то удобно их ставить-то, быстро получается Не надо ни крышу колотить, ничего Все просто привязал на проволоку Потом капкан туда поставил и все Зря, наверное, ругал я ящики Ставить удобно Колотить долго и тащить неудобно, а все остальное нормально Посмотрим, как работать будут Такие вот бутерброды используем на охоте Грудинка с хлебом Весьмой зерпной Однозавтра везет Завтра полифтень проявили Креп это Звучит Весьмой зерпной Завтра полифтень все ребят закончили установку ящиков последний вон ящики здесь поставили сейчас буду устанавливать капканы закладывать приманку хочу ящики облить рассолом селедки ну и там есть у меня еще кое-какая кое-какое зелье для полива ящиков так знаю высоко ставлю не высоко я думаю что зверь должен все равно снегу будет еще с полметра зверь должен учуять здесь у меня хорошее ловчее место и стоял на нога захват на потихоньку уходить от них закон того требует ладно уходим сейчас с олегом на трассу на трассу здесь дорога грунтовка ходят лицевозы возможно подвезут смотрите канал поддерживайте всем удачи всем пока привет любители капканного лова сегодня второй день установки капканов ставим проходные капканы в ящик сегодня буду использовать капканы кп-120 от тропы 43 кп я и кп-120 для ящика от березовского завода с у вас описание в описании будет ссылка на данную продукцию о продукции тропы и завода с у вас значит установил я сегодня первый капкан ящик здесь у нас данном случае кп-120 от кировского завода на приманку тухлый лещ здесь у меня стоял несколько лет на газахват но пришло время менять на газахват и на проходные капканы так вот все замаскировал сделал сбежит если конечно мне не понравится про ловля проходными капканами то я очень быстро вернусь на газахватом здесь ничего не поменялось можно подвешивать приманку и продолжать ловить ноги захватами но я думаю что все таки один раз нужно очень хорошо потрудиться занести ящики в лес все будет здорово единственное напрягает меня что приманку будут мыши съедать в некоторых местах данном таких вот местах мы же очень много выворотни завалы тут мышь просто в огромном изобилии данное место у меня пользуются хорошим спросом хорошей славой здесь пойма намного куниц совсем рядом поселок буквально километр и тут вот такое место очень хорошая и норка здесь ловилась и хоре и куниц на штук пять или шесть за всю историю лова здесь поймал как то так еще раз напомню что опыта ловли гуманными капканами у меня нет может быть делаю что-то не так рекомендуйте советуйте критику воспринимаю очень хорошо адекватно только нормальную критику без мата вот как то так ребят потом еще здесь все залью рассолом селедки будем в общем ловить зверя иду дальше дальше буду показывать как буду ставить березовские капканы я их оставляю на дальнюю часть пути когда как они немного полегче чем кп их по мере продвижения по пути буду разгружаться там у меня стоят четыре ящика еще нужно нужно еще пять ящиков установить один у меня еще на поняги висит приманка не очень сильно нагрузился иду один поэтому вот так ладно идем дальше так ребят устанавливаем кп 120 для ящика от завода у вас капкан работает в одну сторону я уже показывал в предыдущих обзорах работают в одну сторону одна пружина у него я считаю что этого достаточно положим от этого леща все им тут смажем немножко вонючий он у нас лещик еще этим все тут смажем так значит капкан на нем нет предохранителей поэтому аккуратнее при использовании леща кладем капканы оснастил цепью нужно сказать что делаю неправильно извините впервые у меня такое так вот капканчик будет стоять сейчас сверху замаскирую его веточками еловыми и так вот капкан будет стоять работать рыба пахнет здорово я думаю что запах распространится далеко залью еще здесь все залью солёточным рассолом и тухлой змеей на тухлую змею больно уж норка хорошо лезет рядом речка поэтому норки много залью все тухлой змеей квашено у меня уже полторашки в бутылки на второй или третий год лежит тухлой змея вверху лапником пихты через два дня у нас обещают заморозки снег пора уже выставлять капкан вот так вот ребят идем дальше самой положительной чертой охотника является трудолюбие а самой отрицательной его жадность слова очень хорошего человека геннадия викторовича соловьева из фильма счастливые люди а мы продолжаем вставить капканы ребят данном случае кп я капкан кп я похож он очень на кп 120 только изготавливаться из проволоки которая тоньше диаметром и работа от в одну сторону в одну сторону проход у него капкан кп я капканчик здесь ручеек тоже у меня хорошее ловчее место ловится куничка здесь регулярно каждый год беру здесь прошлый год взял куницу и норку кругом кричат сойки чиркают сороки мы идем дальше чешуя леща ребят раскидываем в округе вставляем о тебе информацию для куницы смазываем все беже клещем все промазан еще туда ящик будем устанавливать капкан многие меня поругают что не использую предохранителя да не использую потому что тороплюсь много капканов еще надо поставить можно конечно пальчиков лишиться что делать ящик а а капкан привязываю на вязальную проволоку как обычно еще один капкан готов так граждане охотники отчет на сегодняшнем дне установил значит я сегодня 22 капкана подзабыл что у меня 24 ящика еще на бот добавлять пару капкан так в общем установил 22 капкана сегодня подмерзает наверное уже погода станет на свои рельсы ноябрь месяц у нас все тепло завтра планируем выход с ночевкой будем уже устанавливать капканы рубить путик с олегом это так сказать больше нечего всем удачи всем пока ни пуха ни пера ждем ждем 2